Вот допустим, нет нормальной сексуальной жизни, половой жизни, нет нормальной, которой хотелось бы, ну которую вот показывают в фильмах, вот этих вот, там Джетти Бонд, там вот это вот все, и бесконечно, бесконечно. На пол кино растягивается как бы секс. Почему у нас не так в семье? Сейчас объясню почему. Когда мужчина сильно хочет наслаждаться сексом, он теряет семьи сразу, все. Куда направлено сознание, туда и результат. Все, семь потерял, секс закончился. Все очень просто. Смотрите, мужчина и женщина, занимаясь духовной практикой, что они сделали? Успокоили в себе это желание. И когда у них наступают отношения, они спокойные и счастливые. Все получается, все как надо. Почему? Потому что нет чрезмерных желаний. Вот когда женщина чрезмерно хочет, чтобы мужчина ее насладил, у нее там внутри такая чувствительность развивается, что ей плохо становится от этого. Или холод развивается, понимаете? Ну то есть идея в чем заключается? В том, что когда туда много силы идет, эта сила как раз сама и разрушает то, ради чего мы как бы вместе. Видите? Вот везде одна и та же система. Мы сильно хотим в воскресенье поехать на отдых. Это значит, что будем ругаться. Сто процентов, мои хорошие. Сто процентов, даже не девяносто девять. Мы сильно хотим, чтобы все нормально у нас было. И чтобы поехали на отдых. Классно поехали. И мы сильно так хотим. Это значит, будут пробки на дороге. Да. В эти три часа ехать. Сто процентов, мои хорошие. Других вариантов нет. Понимаете? А если просто как бы поработали, вот помолились, надо отдыхать. Конечно, надо ехать на природу. Конечно, сели и поехали. И как есть, так есть. Едем в пробках, значит едем в пробках. Нет проблем. Занимаемся чем-то в это время. И все хорошо. Это значит, что мы уже не сильно хотим, а просто принимаем жизнь такой, какая она есть. Вот это и есть настоящая жизнь. Не отвергать ничего. То есть не надо отказываться от дома. Олег Геннадьевич сказал, не надо жить в своей квартире. Бред. Не отказываться от того, что есть. И не ждать ничего. Тяжелая семейная карма означает, ждем того, чего не положено. Вот и появилась тяжелая семейная карма. Все. Когда молится человек, еще раз, я тысячу раз это повторяю, чтобы дошло. Понимаете? Потому что у нас психика в другом направлении движется. Вот я сейчас, вы придете домой, будете молиться. Китайская изба. Будете жить так же, как жили. Понимаете? Потому что это очень трудно туда себя направить в жизни. Очень трудно. Надо реально понять, о чем речь. Когда человек молится, что происходит? Озеро страданий становится маленьким. Знание во время молитвы входит в сердце, и он понимает, что его ждет в жизни. Трезвость наступает, и понимание, что можно ждать от мужа, можно ждать, чего нельзя ждать. Что можно ждать от судьбы, чего нельзя ждать. Чего можно ждать от детей, чего нельзя. Эта трезвость приходит во время отношений со святым человеком. Знание пришло в сердце, сердце утвердилось, успокоилось. Что дальше? Дальше правильное отношение. Правильное отношение означает, я уже наполнился изнутри, и я просто служу. Смотрите, как человек обычно живет. Он наполнился изнутри. Ему и так хорошо. Что ему служить? Так? Ну, нормально. Не были мы ни на каком-то эте, нас здесь неплохо кормят. Все, то есть, лапки кверху, морда толстая, все, лежим, как бы, и хорошо. Никаких проблем. Когда есть счастье внутри, да? Когда нет счастья, мы требуем его, и наступают скандалы. Так? Скандал от чего? Нет счастья. Я хочу счастья. И он тебе дать не может, этот человек, от которого ты требовал. Он не Бог. Он не обладатель счастья. Он ругается, потому что он тоже хочет счастья. Вы вместе хотите счастья и ругаетесь. Вот тебе и скандалы. Как справиться с ними? Очень просто. Надо повинять направленность своей жизни. Надо свои силы и веру направить туда, где есть это на самом деле. Но это не видно вот так вот глазами. Для этого надо пробовать это делать. Это непросто. Надо изучать. Духовное знание – самое сложное знание на земле. Его непросто понять и изучить, потому что оно очень глубоко в сердце находится. Когда человек получил вот это вот спокойствие в сердце, но духовное, от святого человека, это спокойствие имеет другую природу, оно заставляет служить. Тебе хочется заботиться, хочется помогать. Тебе это хочется. Это не то, что тебя кто-то заставляет. Тебе хочется. И ты начинаешь просто так это делать. Просто так. Без всяких условностей. Просто так. Не веря. Даже не веря особо, что что-то изменится. И потом ты видишь ответ. И ты понимаешь, что этот ответ не от мужа пришел, а от того же самого, кому ты молился. Через мужа пришел этот ответ. Ты видишь, кто играет со мной в этой жизни. Чей это концерт. Ты начинаешь понимать. Потому что ты начал вести себя правильно. Получил благодарность от человека, который никогда в жизни не был благодарен. И тогда ты поймешь, откуда это пришло. И чудеса в жизни человека начинаются тогда, когда он направляет свое сердце в правильном направлении. Он видит, что люди, которые никогда не могли так себя вести, они начинают так себя вести. Это происходит реально в жизни. Я свидетель. Мое сердце свидетель, если вы хотите знать правду. Мое сердце свидетель такого. Даже в личной жизни я это видел своими глазами. Не надеясь на человека, я получил то, что никогда бы не увидел. Никогда бы не рассчитывал на это. Это всегда бывает так. Наши люди, близкие все, могут давать нам счастье. Любой человек, даже ваш муж, который хочет, он может дать счастье. Но вы не знаете об этом. У вас нет в это веры. Потому что у вас нет близких отношений с Богом. Понимаете? Если у вас были отношения эти, он бы освободил вас от этих цепей, которые вы сейчас имеете, из-за того, что у вас этих близких отношений нет. Только одна причина, почему вы так страдаете. Нет другой причины. Когда человек сдает экзамен, ему ставят пятерку в дневник. И он идет ля-ля-ля-ля-ля. Все. Нет проблем. Сдайте свой экзамен, получите пятерку. С этим мужчиной или не с этим, не имеет значения. Но пятерку вы получите обязательно. Понимаете? И ваш ребенок при этом не будет страдать. Он будет счастлив. Некоторые думают, что только с этим мужчиной мой ребенок может быть счастлив. Нет. Вы не знаете, с кем ваш ребенок может быть счастлив. Он может быть счастлив с тем, с кем Бог захочет. Понятно? Смело идите в бой. Ничего не бойтесь. Бог может дать этого человека в другом бракурсе, которым вы никогда его не видели. Или он даст кого-то другого. Это не ваше дело. Ваше дело – повернуться к нему лицом. Ваше дело – Not